Добрый вечер и вот наша тема. В госсовете узнал Дмитрий Иринин. По работе и награда. Основа власти это муниципалитеты. За что награждали муниципалитеты? О настоящем и будущем вкладах районов в развитие республики. Рамиль Шайдулин. Новогодний погром на Черном озере. Ну вот на моих глазах это делали школьники. Это явно не взрослые люди. Взрослым это не надо. Какой ущерб парку принесли вандалы, узнал Сергей Хайдаров. Второй день без кассовых чеков. Сегодня сбой в системе. В Москве возили эти кассы под мышкой, в метро, в машины. Как ведется торговля в условиях глобального технического сбоя. Узнавала Альбина Минебаева. Насыщенной на важные решения выдалась сессия госсовета. Сегодня здесь официально в должности вице-премьера утвердили Рафиса Бурганова. Также были вынесены изменения в бюджет Татарстана. Впервые за 12 лет казна стала бездефицитной. И все же самый жаркий спор вызвало другое резонансное изменение налогообложения. Все подробности у Дмитрия Аренина. Именно после этого заявления Рафиса Бурганова, написанным, кстати, таким красивым ровным почерком, о просьбе прекратить его депутатские полномочия, сегодня в госсовете произошел целый ряд нормативных процедур и кадровых изменений. Рустам Миниханов предложил, Алексей Писошин представил на согласование кандидатуру Рафиса Бурганова в качестве вице-премьера и министра образования и науки Татарстана. Рафис Тимирханович человек принципиальный, способный оперативно и взвешенно принимать эффективные решения. Депутаты единогласно поддержали это предложение. Пока вы наш депутат. До выхода в свет указа президента республики. Я думаю, что мы сегодня опубликуем этот документ. Хочу поблагодарить депутатский корпус за очень дружную, слаженную, совместную работу и надеюсь на такую же работу в дальнейшем. Также депутаты решили, что вместо Рафиса Бурганова Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству возглавит Марат Галеев, ранее заместитель председателя комитета и еще ранее его председатель. Для вас это не новая работа. Благодаря же увеличению доходов от работы нефтяной промышленности бюджет Татарстана получил дополнительные 6 миллиардов рублей. Так казна 2017 года стала бездефицитной. Последний раз такие параметры были утверждены депутатами в 2005 году. Также парламентарии в русле федеральных изменений увеличили в два раза налоговые ставки для игорного бизнеса, конкретно букмекерских контор и тотализаторов. Еще по одной российской инновации с организацией вновь будет взиматься налог на движимое имущество в 1,1%. Движимое имущество. Он купил себе Мерседес. Это тоже движимое имущество. Поэтому не бесспорно. Хотя я за то, чтобы шло обновление. Вот эту формулировку, ее надо поддержать. А те проекты, которые у нас будут реализовываться, мы найдем форму, как их поддержать. Эта сессия парламента стала завершающей в этом году. Уходя на новогодние каникулы, депутаты исполнили желание воспитанников Центра Дуслык. К благотворительной акции присоединился и Рустам Мениханов. Дмитрий Айрин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Муниципальным служащим увеличат зарплаты. Прибавку с Нового года пообещал сегодня президент республики. В Казани прошел съезд Совета муниципальных образований. Обсудили самое актуальное, но главное кадровое решение. У Совета теперь новый глава. При каких обстоятельствах он был утвержден, расскажет Рамиль Шайдулин. Джипы и фургоны уезжают в Сатарстанскую глубинку. Уже традиционно. Так в Казани чествуют муниципалитеты, когда на день в столицу съезжаются главы районов и сельских поселений. 7 лет подряд уже по той статистике, которую мне дали, 1770 автомобилей мы вручили нашим местным самоуправлением. Приходится ездить нам ежедневно по нескольких десятков километров. Из-за этого наличие техники решает большие вопросы. На тех самых машинах муниципалы приехали на традиционный съезд, где им уже окрыленным успехом напомнят о будущих задачах. Одна из важнейших в следующем году – повышение зарплаты. О деньгах позже. Сначала кадровый вопрос. Сегодня экзам Губайдулин единогласно избран председателем Совета муниципальных образований. Делегаты досрочно прекратили полномочия Минсагита Шакирова. Он сегодня на съезд не явился. Кто за? Против? И уже потом перешли к вопросам, которые теперь решать экзаму Губайдулину. Один из них – молодежь, что не держится за работу. Идти, например, в районную администрацию, чтобы потом в ней остаться, специалистам не дает маленькая зарплата. По словам Рустама Миниханова, это и ведет к текучке с начала года. С ней начнут бороться. Отработать, чтобы с начала года мы изменили, увеличили оплату. 20 тысяч рублей. Зарплата на селе перешагнула эту цифру. Например, в Рыбно-Слободском районе в начале 2000-х местный сельчанин открыл хозяйство, а уже к 2017 году дело переросло в кооператив. У него там 14 рабочих мест, по 22 тысячи зарплату получают. У него 6 молоковозов, 15 тонн привозят каждый день молока. Сегодня республика на первом месте в России по молоку и картофелю. Самый большой объем от ферм и ЛПХ. Я считаю, в республике большой потенциал для реализации тех задач, которые были поставлены президентом. И в этом, я думаю, большая роль отводится, в первую очередь, муниципалитетам, муниципальным образованием. Районная экономика базис Татарстанской. Республиканская программа самообложения серьезно оздоровила инфраструктуру. За время работы на дороге и освещение в селах республика выделила больше 2 миллиардов рублей. В следующем году ставки не уменьшат, а процедуру упростят. Сколько и на что собирать, будут решать не на референдумах, а сразу на народных сходах. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани владельцы подсобных хозяйств получили по 100 тысяч рублей. При поддержке президента в Татарстане был объявлен конкурс, призванный воодушевить фермеров на большую активность. Участие приняли уже работающие ЛПХ. Оценивалось и количество голов скота, и объемы надоев молока. Отмечены все 43 муниципалитета. Сельское хозяйство разбивают в каждом, не в последнюю очередь из-за прибыли. Молоко постоянно закупается, реализация молока и зер. Это постоянный доход для семьи и его жизни. В Татарстане по сравнению с прошлым годом в два раза увеличилось количество возгораний территорий, граничащих с лесным фондом. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Эмир Беридзин. За этот год лесная охрана выявила более 800 нарушений. Среди них незаконная рубка деревьев и разжигание костров. Совместными усилиями экологов и лесоводами более 90 гектаров почвы в Варском и Высокогорском районах подготовлены защитные площадки рек. Экологическое воспитание и культуры поведения в лесах, привлечение внимания широкой общественности к проблемам окружающей среды в течение года проводились в республиканской природоохранной акции, в которых всего приняло участие более 200 тысяч человек. По итогам акции недели леса в республике высажено более 3 миллионов штук новых деревьев, а также проведена уборка территории на площади 350 гектаров и вывезено 60 тонн твердых бытовых отходов и 300 кубометров сухостойных деревьев. Новогодний погром в центре Казани, в парке Черное озеро. Разбиты десятки фонарей. Территория погрузилась во мрак, а по тропинкам ходить опасно, кругом осколки. Как такое могло произойти практически под окнами МВД республики, выяснял Сергей Хайдаров. Я думаю, что это школьники сделали, наши дети, наша беда. Для Римы Закировой парк Черное озеро – любимое место для прогулок, благо живет недалеко. Сегодня она с трудом передвигалась по протоктанным дорожкам. Здесь темно и кругом осколки фонарей. Женщина признается, днем ранее даже видела злоумышленников, но тогда их присутствие не придало значения. На моих глазах это делали школьники, это явно не взрослые люди, взрослым это не надо. Вот здесь рядом школа, они мимо парка, через парк ходят домой. Вот такие разбитые плафоны от фонарей лежат по всей территории парка и сегодня здесь гораздо темнее, чем обычно. Кому это было нужно и как такое могло произойти прямо под окнами МВД? Полицейские нам сообщили, что о погроме в курсе и сейчас идет проверка, однако от конкретики воздержались. Данному происшествию квалификация пока не дана, вандаризм это или просто хулиганство. В настоящее время по данному факту сотрудникам полиции назначена проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Черное озеро не первая жертва хулиганов. Вандалы орудовали в десятках парков и скверов не только Казани, но и других городов и районов республики. А вырванные с корнем кусты растения в московском заряде и вовсе потрясли Россию. Примерно Горкинско-Аметевского леса, где, к сожалению, в какой-то период была украдена подсветка моста, слава богу, потом восстановили. Хорошо было бы, если бы в парках появилась охрана, пока, к сожалению, на это нет финансовой возможности, но мы будем делать все для того, чтобы это появилось. Почему-то торстанцы не ценят красоту вокруг. По словам экспертов, всплески такой неоправданной агрессии в последнее время случаются все чаще. Надо рассматривать это действие как действие против какого-то символа. Символ нормальной жизни, символ благополучия. И люди, раздражаясь на это, проявляют таким образом свое негодование. На восстановление фонарей в парке Черное озеро времени совсем немного. Открытие отреставрированного пространства запланировали на 25 декабря. В дирекции парков и скверов уверены, что к своему открытию Черное озеро не останется без света. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Второй день без кассового чека. Технические сбои сегодня не смогли устранить. Покупатели из крупных торговых сетей уходили без чеков. Напомним, проблема в магазинах началась вчера. Так ли гладко идет торговля, системный сбой или хакерская атака? Мене экспертов выслушала и по магазинам прошла с Альбина Минебаева. Технический сбой кассовых аппаратов пообещали устранить еще накануне вечером. Посмотрим, удалось ли наладить систему. Кассовые аппараты работают, но вот кассиры, можно сказать, не в полную силу. Кассовые чеки до сих пор не выдают. Взамен это вот такие вот товарные чеки, но их дают только если только очень сильно попросить у кассиров. При этом альтернативу кассовому продавцы должны выдавать обязательно, но при современном потребительском потоке соблюдать все правила практически нереально. Для руководства магазинов этот технический коллапс обернулся ненужной предновогодней головной болью. Вы даете кассовые чеки вот сегодня? Я не даю ни по какому вопросу. Начиная с Владивостока и дальше по всем часовым поясам страны, кассовое лето оборвалось практически в каждом регионе. Эксперты связывают технический сбой с автоматической системой обновления машин. Обновить программное обеспечение этих касс необходим был порт, который есть только в очень старых компьютерах, либо продается отдельно. То есть современные компьютеры такие порты уже не ставят. И поэтому вот в процессе поиска возможностей сопряжения с компьютером для накатывания обновлений на это ушло как раз очень много времени. Налоговая служба и сегодня ограничилась лишь сухой информацией на своем сайте. Считать, что инцидент комментировать больше пока нет смысла. В связи с этим налоговая служба напоминает, при корректировке более ранних расчетов формируется кассовый чек коррекции. Таким образом, в случае технического сбоя после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки. При этом эксперты считают, что сбой мог оказаться и преднамеренным. Есть одна из версий, что возможно это был намеренный взлом, потому что 20 декабря говорят в таких сетях, в магазинах, как бы один день кормят, один месяц летний. Поэтому таких совпадений на наш взгляд просто не бывает. Чем объяснять, что нету кассового чека? Вот сказали сбой. Предлагали товарищи? Нет. Нету. Поскольку обошелся торговым сетям технический сбой, магазины не спешат раскрывать цифры и появятся ли пробелы у налоговой службы, покажут уже отчеты и уже другой вопрос, не лягут ли потери сетей на кошельки покупателей. Альбин Минебаева, Марацейт Гараев, ТНВ, Казань. С нового года новая поликлиника жителей Нижнекамска должны сменить лечебное учреждение. С 1 января Чулпан Медицина прекращает свою работу по системе обязательного медицинского страхования. Изменения коснутся 2000 жителей. С чем связаны эти перемены и куда теперь идти пациентам на прием, узнавала Анна Городнова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я опять вам. Я уже езжу. Как дела? Спасибо. Все хорошо. Любовь Бектулова в кабинете лор-врача частый гость. У нее хронический отит. Потому каждый месяц приходит на профилактический осмотр. Доверяет только одному специалисту. Новость о том, что ее лечащий доктор, как, впрочем, и другие из поликлиники Чулпан Медицина, больше не будут принимать по полису ОМС, застала женщину врасплох. Я, конечно, очень сожалею об этом. Она, можно сказать, единственный врач, который мне помог. Придется, буду платно к ней ходить. Изменения коснутся жителей восьми домов по улицам Лесная и Менделеева. Это около двух тысяч нижнекамцев. Бесплатную помощь здесь они получали на протяжении пяти лет. Очередей не было. К тому же попасть могли даже к узким специалистам. Но, как уверяет главный врач, содержать этот участок стало невыгодно. Основная причина – один участок вести по ОМС нецелесообразно. Если брать участки, их надо сразу брать штук пять или десять лучше. Тогда нужен соответственный штат соответствующий. Это надо, как минимум, иметь семь терапевтов. Чтобы получить госзаказ хороший, чтобы это все окупилось, один участок вести экономически невыгодно. Для тех, кто был прикреплен к этой поликлинике, дали возможность сделать выбор. С начала следующего года получать бесплатную услугу по полюсу они смогут в одном из трех лечебных учреждений. Это Красноключинский центр семейной медицины, первая поликлиника на Менделеево, либо компания спасения. Определиться с выбором нужно до нового года. Сменив поликлинику, нижнекамцы, как и раньше, смогут вызвать врача на дом, выписать больничный лист или рецепт на льготные лекарства. Само же учреждение свою работу не прекращает. Людей будут принимать по полюсам добровольного страхования и на платной основе. Анна Городнова, Данил Филатов, Альбина Валеева, ТНВ, Нижнекамск. Это новости Татарстана и вот о чем далее. Долгожданное новоселье. О будущем и настоящем Салават Купере, Салават Мухаммадуллин. С кубком в игру. Как отпраздновали мировую победу «Зенита» перед новым матчем Лина Зенатулина. Новоселье в Новый год. Дом на 340 квартир сдали сегодня в Салават Купере, Казани. Это уже вторая многоэтажка, которую строители сдали в декабре. В планах еще четыре. Когда будут заселены дома первой очереди и как будет развиваться местная инфраструктура? Мечты и реальность. Материалия Салавата Мухаммадуллина. В очереди за ключами врачи, учителя, воспитатели. Сегодня они стали соседями. Мы счастливы, конечно, в волнительный момент. Очень рады, что получили квартиру, наконец-то долгожданную. Торжественный марш, разрезание ленты. Для новоселов это большой новогодний подарок. Тричневый стол. Один или два. Старшая Алья с сестренками уже строят планы по обустройству детской. Родителям не вмешаться. До этого дня молодая семья Софиулиных ютилась в квартире с дедом и бабушкой. Мы очень счастливы получить свою квартиру. Это все-таки долгожданный такой подарок для нас. В канун Нового года. Квартира большая. Мы так вот быстренько как бы прошлись, по ней посмотрели. То есть места хватит для нас, для всех. Семьи Софиулиных повезло вдвойне. С одной стороны строится школа, первый звонок, который прозвенит уже в сентябре следующего года для больше чем тысячи учеников. А вот окна второй спальни напротив выходят уже на действующий садик. Звездочка. А рядом с этим кубиком Рубиком целый пустырь. Места здесь хватит для еще нескольких жилых домов или торгового центра с парковкой. А возможно и для еще одной школы. Это лишь фантазии. В реальности же в Салават Купере готовятся к сдаче еще нескольких высоток. План завершить полностью 12 квартал. Это дома 12, 2, 12, 3 и 12, 4. И аналогично заселить, сдать и заселить. В планах у строителей сдать первую очередь домов в Салават Купере уже в первом полугодии следующего года. Салават Мухмадурин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Возможность справить новоселье под Новый год получили 207 работников Нижнекамскнефтехима, предприятия группы компании ТАИФ. В Нижнекамске в 49 микрорайоне состоялось заселение двух многоквартирных домов. Квартиры в них 35 нефтехимиков получили по условиям социальной ипотеки, а 172 семьи по дополнительной программе жилищного строительства. Радость новоселов разделила и наша съемочная группа. Так семья Гореевых радуется своей трехкомнатной квартире площадью 72 метра. Они ее ждали два года. Теперь у новоселов в планах второй ребенок. Как только устроился, уже сразу подал заявку на ипотеку. Очень довольна квартирой, очень большая, комфортная, светлая, красивая. Всего в доме номер 25 по улице 30 лет победы 160 квартир. И большую часть из них получили работники Нижнекамскнефтехима. 21 по программе социальной ипотеки и 96 по дополнительной программе жилищного строительства. Она предусматривает особые условия поддержки. Это предоставление льгот по первоначальному взносу, процентам на ипотечный кредит и дополнительным выплатам, а также предоставлению поручительства по унижнекамскнефтехим для приобретения жилья по выдаче кредита ООО «Банк Аверс». Очень счастливы, очень рады. Спасибо нашему предприятию за оказанное доверие нами. Программа стартовала в компании в 2015 году благодаря решению руководства ООО «Таиф» о строительстве жилья для работников группы компаний. Благодаря этому новые 47 и 49 микрорайоны буквально выросли на глазах. Активно застраивается инфраструктура вокруг них. До нового года планируется заселение еще двух домов в 49 и 15 микрорайонах. Частые проверки – проблема для предпринимателей. Сегодня в Казани прошел форум «Проверенный бизнес». На встрече собрались представители малого и среднего бизнеса, а также чиновники. Участники смогли задать вопросы и заместителю прокурора Татарстана. Здесь обзвели вопросы плановых проверок, соблюдение закона, смогли поделиться различными ситуациями из жизни и внести предложения по развитию проектов. Вся суть нашего проекта в том, чтобы предприниматель ориентироваться в правом поле. Это же законы, нормативные акты. Поэтому их надо соблюдать. Школьница из Татарстана стала победительницей международной олимпиады по русскому языку. Такого успеха в интеллектуальном соперничестве добилась десятиклассница первой альметьевской гимназии Елена Сайбель. К поздравлениям сверстников и учителей присоединились и наши корреспонденты. Испытать свои знания на олимпиаде вызвались около двух с половиной тысяч учащихся. Елена Сайбель и ее одноклассница, пройдя все предварительные этапы, дошли до финала, где Елене улыбнулась удача. Как итог, звание лучшей в номинации «Русский язык как неродной». Уже несколько дней прошло после возвращения из Москвы, но девушка все еще живет впечатлениями от поездки. На нас большая ответственность за весь Татарстан, за район, за саму гимназию. И я рада, что принесла награду. Елена отличница. До этой большой победы завоевывала призовые места на городских олимпиадах и конкурсах. Когда пришла смс о том, что Лена стала победителем, честно, я не верила. Вот такое состояние было. Но все-таки я потом сделала вывод о том, что награда нашла достойного человека, потому что на самом деле девочка очень трудолюбива. Успехом Елены гордится весь педагогический коллектив, ведь ее победа – показатель высокого профессионализма учителей. Иметь республиканские показатели и международные выходы для нас является гордостью. Поэтому мы стараемся максимально сконцентрировать усилия всего педагогического коллектива, родителей, ученического состава, чтобы развиваться в здоровой конференции, в здоровой атмосфере, чтобы реализовать свои знания. Первая гимназия активно участвует на региональных и республиканских олимпиадах. Учрежденный по итогам интеллектуальных соревнований переходящий кубок среди 60 местных школ уже в пятый раз сохраняет прописку именно здесь. Светлана Занаревов, Адгасин, Бладший Фигулин, ТНВ «Альметьевск». Честь и хвала сегодня абсолютные чемпионы «Казанский «Зенит»» сыграли первый матч после исторической победы в клубном чемпионате мира. А чтобы настроиться на новые победы, перед игрой большой праздник в честь лучшей команды планеты и поздравления президента республики. О том, как чувствует себя команда в «Зените славы», расскажет Лина Зинатулина. Вновь на паркете, уже в групповом этапе Лиги чемпионов. Новые победы еще впереди, а сегодня с размахом празднуют предыдущий триумф. Поют мураками и ликуют трибуны. Поздравляет президент Татарстана. «Зенит-Казань» лучшая команда в мире по волейболу. Огромные слова благодарности спортсменам, нашему тренеру и его команде и всем тем, тому персоналу, который обеспечивает эту победу. Аплодисменты нашей команде. Мощному клубу мощная поддержка. Отдельная благодарность президента болельщикам. Отпраздновать мировую победу с командой пришли преданные фанаты от мала до велика. Я за «Зенит» болею уже достаточно давно. Даже, честно говоря, не могу припомнить, сколько. И весь этот период я ждал и грезил об этой победе. И поэтому она настолько сладка, что даже сложно описать эмоции словами. Я, во-первых, с папой, и мне тоже интересен очень волейбол. А сегодня курс на Берлин. Именно этот немецкий клуб – наши соперники. Напомним, лучшей командой планеты «Зенит» стал пять дней назад, обыграв 3-0 итальянскую Чеветанову. Кубок был единственным недостающим для полной коллекции трофеем клуба. А теперь они выиграли все. Ринаси Анатольевна, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Один журналист может заменить десяток автоинспекторов. Сегодня об этом говорили в ГИБДД при подведении итогов журналистского конкурса «Доверие и безопасность». Они доносят до автомобилистов нововведения, предупреждают о дорожных изменениях и работают на безопасность. На конкурс в этом году представили рекордное количество работ – более 300. Среди победителей – наши коллеги. За преданность теме наградили продюсера программы «Вызов 112» Станислава Яковлева и корреспондента Айрата Назитова. Почетные дипломы у репортеров Лины Зинатулиной, Гузель Алимовой и Нияза Рахмана. Далее прогноз погоды, после чего программа «Вызов 112». Я же прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазга Фиатов. Младший хоккейный брат теперь далеко не младший. Нефтехимик уже второй раз в сезоне переиграл Казанский Акбарс. Нижнекамский клуб все ближе подбирается к лидеру и тактически грамотно разобрал игру барцев. За 60 минут матча команда Белелединова так и не смогла найти ключ к воротам соперника. Вписались в ряды клуба и новички. Денис Эверберг организовал первый гол ворота Казанцев. Хотя появился он в Нижнекамске недавно. Казанцам в этом поединке словно подменили. Не учитывая двух попаданий в штангу, голевых моментов было не так много. Нефтехимик выиграл 3-0. Команда всего в одном шаге от того, чтобы догнать Акбарс и отобрать лидерство на Востоке. Это был заключительный матч года в Татарстане для наших клубов. Нижнекамцы поедут в Казахстан, а Барсов ждет выезд в Омск. Когда все стараются, все отдаются одному делу. Пытаемся выиграть каждый момент, каждую смену. Наверное, что-то и получается из этого. Последний домашний матч в Кубке Европы в уходящем году провели баскетболисты Уникса. Команде противостояла хорватская Цедевита. До этого дня соперники четыре раза встречались в Еврокубках. И у каждой было по две победы. Но последний матч в Загребе принес казанцам массу огорчений. Цедевита выиграл домашнюю встречу группового турнира с разницей в 20 баллов. Так что Униксу предстоял реванш. Казанцы выиграли принципиальную встречу. Итоговый счет на табло 78-61 в пользу подопечных Димитриса Прифтиса. В последнем туре 26 декабря казанцы сыграют в Турине с Фиатом. В завершение к автогонкам команда Камазмастер готова к старту на ралли Дакар-2018. Кроме того, Новый год станет юбилейным для Синей Армады. Ей исполняется 30 лет. Дакар пройдет по территории трех стран. Перу, Боливии и Аргентины. Старт ралли-рейда состоится 6 января в городе Лима. После пятилетнего перерыва вернется в Перу. Финиш гонки состоится 20 января в Аргентине. На титул чемпиона, кроме Камазмастер, будут претендовать признанные лидеры грузового зачета. Всего на старт выйдут 332 транспортных средства из 54 стран мира. В том числе 42 спортивных грузовика. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин 23. Телефон 2. 167-166. Деревенское мясо птицы и субпродукты Восиного Казань. Деревенский бройлер 140 рублей килограмм. Деревенский гусь 250. Деревенская индейка 220. Деревенская утка 180 рублей за килограмм. Фермерское хозяйство Лутфулина предлагает к новогоднему столу мясо птицы. Гуся, утки, мулларда, индейки и бройлера. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугольме Бавлы-Азнакаево будет облачно. Пройдет снег местами метеля. Около 7 градусов ниже нуля. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также ожидается снег местами с метелями и минус 6. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске пасмурно и снежно. Около 5 градусов ниже нуля. Облачная погода со снегом и на северо-западе республики. Синоптики обещают минус 6. На юго-западе Татарстана, в Болгаре, Буинске, Држаном около 6 градусов ниже нуля. Также пройдет снег. В центральных районах, в Чистополе, Альмитевске, Мамадыши будет облачно и снежно. Около 5 градусов мороза. В последующие дни сохранится такая же погода. Повсеместно пройдут осадки местами метеля. Внимание! В Казани открылся второй автоцентр Луидор. Успей купить автомобиль ГАЗ по старой цене. Вас ждут по адресу улица Гашика, дом 7. Звоните по телефону 202-38-88. ГАЗ Луидор открыл новый автосалон. Успейте купить на выгодных условиях. 0% первоначальный взнос. Ваш газ на Гашика у нас. Автоцентр ГАЗ Луидор Казань. Улица Гашика 7, Сибирский тракт 59. 202-38-88. Не можете определиться с подарком на Новый год? Нет ничего проще. Ультрасовременная и красивая кухонная посуда торговой марки Кукмара станет желанным подарком в любом доме. Вместе с Кукмарой вы подарите себе и своим близким незабываемый вкус и аромат праздничных блюд. Встречайте Новый год с Кукмарой. Кукмарский завод металлопосуды один из ведущих российских производителей литой толстостенной алюминиевой посуды под торговой маркой Кукмара. В ассортименте более 400 наименований товаров. Посуда с антипригарным и декоративным покрытием, товары для туризма и отдыха, формы для хлеба. В Казани ожидается облачная погода. Пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха минус 4, минус 6. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртудного столба. Влажность воздуха 92%. Ожидается магнитное буря. Берегите себя. Спонсор прогноза погоды ООО Акбарс недвижимость. В ООО Акбарс недвижимость квартиры в популярных жилых комплексах Казани с выгодой до полумиллиона рублей. Подробная информация по телефону 295-77-77 или на сайте akbarsdefisdom.ru Распродажа года в Акбарс недвижимость. Скидка на квартиры от полумиллиона. Звоните прямо сейчас. 295-77-77 Такие цены только раз в году.